В эфире телеканал Обобруск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Быть или не быть покажем на строительство какого значимого объекта может повлиять ваш голос. Новости в массы. В Бобруйске прошел трехдневный форум региональной тележурналистики. А на сахар хватит? Расскажем, как пятилетний Максим Фурманов всего за 3 рубля купил велосипед стоимостью 170 рублей. Все болезни от нервов. Врач Бобруйской центральной больницы расскажет, как сохранить здоровье нервной системы. От перспективных идей на бумаге до вполне реальных прототипов. В Бобруйске выбрали лучшие инновационные проекты из 100 идей для Беларуси. Лучшие из лучших. Президент страны отметил государственными наградами бобруйских спортсменов. Расскажем, каких. Также в итогах недели. Отвяжет ли дорожный сбор от техосмотра? Куда попадут пластиковые бутылки? И что подорожало в ноябре? О главных событиях недели в нашем традиционном дайджесте. И как спасти планету? Почему Боинги больше не могут летать? И заберет ли Джокер главную кинонаграду? Они получали самую свежую и полную информацию о жизни Бобруйска. Символично в дни празднования наш город посетили известные журналисты из России и Беларуси. Форум на базе нашего медиахолдинга стартовал еще в пятницу и продлился три дня. О региональной журналистике и не только Людмила Любимцева. Вот уже два года главный информационный ресурс города Бобруйск-360 знакомит жителей региона с самыми актуальными и горячими новостями. Его открытие в 2017-м стало знаковым событием для всей Могилевской области. На сегодня это полноценный телеканал, который вещает в 18 часов в сутки, 7 дней в неделю. В распоряжении зрителей аналитические развлекательные программы, авторские проекты и новинки кинопроката. Контент абсолютно на любой вкус. Когда открывался Бобруйск-360, в городе не осталось ни одной телевизионной платформы, которая бы занималась изготовлением и трансляцией непосредственно бобруйского контента. То есть это бобруйские новости и программы, основанные на жизни города. И на сегодняшний момент только телеканал Бобруйск-360 вещает бобруйские новости. И что самое главное, может рассказать и о жизни города, и о жизни горожан. Открытие телестудии в кратчайшие сроки стало возможным благодаря поддержке городсполкома и Могилевского облсполкома. И, конечно же, Министерства информации. Бобруйск-360 вещает как в кабельных сетях, так и в интерактивном пакете зала. 111-ю кнопку включают не только в Бобруйске, но и в самом Могилеве, а также в Кировске, Глузке, Осиповичах, Кличеве и других городах. Посмотреть новости и передачи можно и на YouTube-канале. Наш телеканал, конечно, молодой. Два года – это немного. Но и за это время наши зрители, наши горожане уже полюбили и наши программы, и наши проекты, и наших ведущих. Конечно, мы будем стараться их не разочаровывать и в дальнейшем. Конечно, будет телеканал развиваться, идти вперед. К слову, свой 101-летний юбилей отметила и одна из старейших газет в городе «Бобруйское житё». Именно на базе этой информационной платформы и был создан современный медиахолдинг, в состав которого вошел телеканал «Бобруйск-360». Сегодня он стал той площадкой, где с успехом проходят различные мастер-классы и обучающие семинары. Как раз в эти дни в нашем городе проходила выездная конференция региональной журналистики. К нам приехали известные телеведущие и политические обозреватели из Белоруссии и России. Вот это взаимное проникновение ваших и наших интересов на телевидении, на радио, они пересекаются. И нам очень приятно здесь бывать. Хотим меняться опытом, хотим узнавать больше о том, что вы здесь делаете, чем мы могли бы вам помочь, что мы могли бы у вас почерпнуть. Среди приглашенных гостей – представители телеканала «Россия-24», Белтеля радиокомпании, СТВ, Белорусского союза журналистов, эксперты в сфере коммуникаций, студенты и преподаватели вузов. Главная задача – обсудить наиболее актуальные вопросы производства регионального новостного контента. Тем ценнее журналистское слово, тем ценнее ваша работа, когда вы собираете новости в своем регионе, рассказываете то, что на самом деле близко и понятно вашему зрителю, вашему читателю, вашему слушателю, имея в виду то, что Бобруйское житё – это настоящий медиахолдинг, современный медиахолдинг. Программа выездной сессии включала в себя три насыщенных дня – посещение предприятий города, экскурсии, лекции и мастер-классы. Делегация журналистов побывала на одном из промгигантов кондитерской отрасли нашей страны – «Красном пищевике». Гости прошлись по производственным цехам и познакомились с технологией изготовления знаменитого бобруйского зефира – мармелада и драже. Вы знаете, очень вкусно. Вообще у вас, в принципе, продукты очень вкусные. А ваш зефир я всегда покупаю, если в магазине вижу. Зашли они и в цех «Хендмейд», где работницы сладкой фабрики вручную наносят шоколад на зефир. Некоторые гости решили тоже попробовать этот процесс и примерить на себя роль глазуровщиков. Нам все говорят, что скоро всех людей заменят роботы, но мы видим, что роботы не меняют ударниц производства, наоборот, они сидят делать это вручную. Это, мне кажется, прекрасно. В каждой этой зефиринке есть тепло человеческих рук. И теперь, когда я буду покупать зефир, я буду совершенно иначе к этому относиться. И делать и есть этот зефир мне будет намного приятнее. Очень здорово, все очень понравилось. К слову, предприятию есть чем гордиться. Ванильный зефир торговой марки «Первый Бобруйский» по оценке специалистов Роскачества признан одним из самых качественных среди 26 импортных образцов. Завершающим этапом экскурсии по предприятию стало посещение логистического центра, который рассчитан на 1600 тонн сладостей. Отсюда готовая продукция отправляется в розничную сеть по различным регионам Белоруссии и России. На сегодня это 95 стационарных магазинов плюс 10 передвижных магазинов. Машины приобретены для того, чтобы доехать до самых дальних уголков нашей республики. И люди, которые сегодня в силу разных обстоятельств не могут в торговом объекте купить нашу продукцию, чтобы имели возможность, пусть это раз в неделю, но приобрести свежую продукцию прямо с фабрики. Ещё одним предприятием, которое посетили гости, стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. В следующем году один из лидеров белорусского сельхозмашиностроения отметит 75-летие. Свой путь завод начинал с автотракторной ремонтной мастерской, а в 2007-м вышел на изготовление тракторов. На сегодня здесь освоено более 12 наименований этого вида продукции и реализовано порядка 20 тысяч экземпляров. Экспорт более 60 стран мира. Есть и довольно, скажем так, эксклюзивные рынки. Это Мадагаскар, Никарагуа. Есть традиционные рынки. В основном и реализация происходит у нас. Россия, Украина, ближнее зарубежье. Европу поставляем. Гости также прошлись по производственным цехам и увидели процесс сборки знаменитого трактора «Беларусь». Кроме выпуска этого бренда, завод специализируется на колесном производстве и запчастях. В Бобруйске около 40 предприятий. Причем многие из них известны не только в нашей стране, а во всем мире. И даже коллеги с России. Они знают тоже и Белшину, и МТЗ прекрасно знают. Общаемся и со своими российскими коллегами. И что-то для себя сами также подчеркиваем на этих предприятиях. Заводим контакты. После этого экскурса программа форума продолжилась семинаром и мастер-классом, которые прошли на базе гостиницы «Турист». Об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей завтра. Людмила Любенцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. За и против. В городе объявлено общественное обсуждение по поводу строительства медицинского центра, который может расположиться в шестом микрорайоне. Стоит отметить, что пока это лишь архитектурно-планировочная концепция. Сейчас на этом этапе важно узнать мнение жителей. Ведь если в дальнейшем участок будет сформирован, то состройщик должен учесть все замечания, каким может быть перспективный медцентр. Расскажем прямо сейчас. Архитектурно-планировочная концепция медицинского центра, строительство которого сейчас вынесено на общественное обсуждение, предполагает предоставление широкого спектра услуг. Это диагностика, лечение и профилактика заболеваний, а также корпоративное обслуживание организаций и предприятий и продажа медикаментов. Сейчас учитываются все за и против. Все высказывания граждан, участников общественного обсуждения будут систематизированы и переданы в архитектурно-городостроительный совет для принятия окончательного решения. Быть этому центру, либо не быть. Если быть, то с какими-то конкретными доработками и предложениями от граждан. Площадка проектируемого участка расположена в северной части города, по проспекту строителей, возле торгового центра «Спектр» и жилой застройки. Здание будет предположительно одно-двухэтажным, прямоугольной формы с размерами 17 на 30 метров. Рядом планируется парковка для автомобилей, а зеленение, малые архитектурные формы установят также и скамейки. Здание у нас каркасное, из металлических конструкций. Наружные стены будут из сэндвич-панелей и декорированные современными отделочными материалами, клинкерной плиткой, металлокассетами с применением витражного остекления. К слову, в этой части города есть учреждение здравоохранения, седьмая поликлиника. Однако инициаторами дополнительного медцентра стали сами жители. Наша съемочная группа отправилась в шестой микрорайон и напрямую спросила мнение Бавручан, нужен новый объект или нет. Может быть и нужен. Тут такой населенный пункт, конечно, нужен. Я вообще не знаю про это, первый раз слышу. Я не знаю, как бы, в принципе, и поликлиника есть, и все необходимое есть. Зачем еще, непонятно. Сделать замечание и предложение до 12 декабря может каждый. Для этого необходимо написать по электронной почте, которую вы видите на экранах, или в письменном виде подать свои идеи в горосполком в кабинет 208 или 409 с 8 утра до 5 вечера. Мария Бересневич, Татьяна Касьян, Максим Галеонко. Итоги недели. За многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм Александр Лукашенко вручил государственные награды бавруйским тренерам и спортсменке. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Кто в числе достойнейших, смотрите прямо сейчас. На пиджаке старшего тренера национальной команды Беларуси по гребле на байдарках Эканои Николая Банько гордо красуется награда от президента страны, которую он лично вручил ему буквально на днях. Глава государства персонально отметил его значительный вклад в развитие этого вида спорта, подготовку гребцов высокого класса и достижение отличных результатов на вторых европейских играх, а также чемпионатах мира и Европы, которые проходили в этом году. Нам сказали, что президент хочет встретиться. Везде отметили, что команда в принципе лучшая команда по всем видам спорта, самая большая медаль завоевывает. Ну и объявили, что президент хочет с нами встретиться. Было там как-то сроки, тут надо было совместить наши сборы, его время. На счету Николая Николаевича олимпийские чемпионы и призёры соревнований различного уровня, среди которых знаменитые братья Богдановичи и Александр Жуковский. Несмотря на солидный возраст, а ему 70 лет, он до сих пор в строю, полон сил и энтузиазма. Тренерству Банько посвятил всю свою жизнь и другого для себя даже не мыслил. Я хотел работать, я хочу работать, я учился в школе неплохо, я учился в институте хорошо, я заканчивал педагогически, то есть нас учили всему. Я становился с ними в хоккей играть, становился с ними в футбол играть, предположим, на лыжах бегать. Благодарность президента объявлена и Надеждой Макарченко за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на Байдарках и Каной, а также её первому тренеру Виктору Капитонову. В протяжении долгих лет это действительно приоритетный вид спорта, который ежегодно спортсмены привозят медали с различных соревнований международного уровня. И Бобруйск в том числе не в стороне, наши ребята достойно представляют и город Бобруйск, и Республику Беларусь на самых серьёзных международных стартах. Я бы сказал, что это приоритетный вид спорта в городе Бобруйске. Впереди у тренерского состава и гребцов ещё один серьёзный старт – Олимпийские игры в Токио в 2020 году. К слову, для Николая Банько это будет уже пятая по счёту Олимпиады, к участию в которой он будет готовить спортсменов национальной команды. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. Станет ли проще Министерство финансов, как и ранее, пытается решить вопрос с уплатой дорожного сбора? Сейчас автовладельцы вынуждены уплачивать налог перед прохождением технического осмотра. Собственники новых авто вносят госпошлину за два года вперёд, а те, у кого возраст машин перевалил за 10 лет, ежегодно. Это привело к тому, что многие просто отказались проверять свои машины на исправность. Сейчас ведомство решает вопрос. Вариантов рассматривают несколько. В сентябре предлагали сделать оплату помесячной. Это означает, что если автомобиль не используется, к примеру, зимой, то и платить пошлину не нужно. Подробнее далее. Министерство финансов предлагает отвязать укладу дорожного сбора от техосмотра. При этом рассматривается альтернативный вариант. Включить пошлину в цену топлива для автомобилей, сообщили в Минфине. Ведомство подготовило проект указа, который упрощает порядок взимания с одновременным усилением контроля за уплатой. Также предлагается стимул, чтобы уплачивать налог на длительные сроки. В настоящее время ведётся обсуждение положительных и отрицательных сторон концепции. В Беларуси планируют увеличить использование стеклянной тары. По планам правительства, к 2035 году почти 40% всех напитков будут выпускать в стекле. Кроме того, сейчас прорабатывают проект депозитной системы обращения стеклотары. Для того, чтобы оценить её эффективность, планируют запустить пилотные проекты в нескольких районах страны. Федерация профсоюзов Беларуси продолжает мониторинг цен в стране. По последней информации, выросла стоимость молока, кисломолочных продуктов, масла, пшеничной муки, пшёной, гречневой и овсяной крупы, а также фруктов. Вместе с тем, по ряду позиций цены пошли вниз, например, на свинину, субпродукты и макароны. К слову, во время мониторинга специалисты проводили анализ ценообразования по всей цепочке от производителя до розничных сетей. В Беларуси запустили чат-бот для пострадавших от домашнего насилия. Сервис подскажет адреса и телефонных центров, которые окажут помощь жертвам, в том числе и экстренную. Также поможет найти приют или кризисную комнату. Суобщение построено на принципе анонимности. Тот самый случай, когда то, во что люди так сильно верят, становится реальностью. Сегодня мы расскажем необычную историю обычного мальчика из Бобруйска. На неделе пятилетний Максим Фурманов стал обладателем новенького велосипеда. Только вот купил малыш байк стоимостью 170 рублей всего за три. Как ему это удалось, выяснила наша съемочная группа. Это дивная история, которая уже облетела все социальные сети. Началась задолго до того, как хозяин веломагазина включил камеру телефона. Присмотреть себе байк мальчик по имени Максим приходил сюда еще летом, но чудо случилось за месяц до Нового года. Ну что? Я сейчас велик куплю, потом мне хватит на сахар. Не знаю. А что, тебе три рубля на сахар дали? То есть с этих трех рублей еще сахар надо купить, да? Мне надо, короче, сейчас, блин, сахар, но я должен велик купить. Ну давай, ты иди, покупай сахар, а потом придешь со сдачей, посмотрим, сколько останется. Может, тебе и на велик хватит. Хорошо? Подожди, давайте сейчас один рубль дам тебе. Весь процесс выбора велосипеда Андрей Белявский не только заснял на видео, но и выложил в сеть. Однако мнения подписчиков сразу же разделились. Одни начали умиляться и делать комплименты автору публикации. Другие же стали сетовать, мол, выгодный пиар-ход. Но мужчина с большим сердцем уверяет, перед искренностью малыша устоять было просто невозможно. Сам процесс, когда вот пошел его разговор, вот эти эмоции его, да, там, глазенки какие-то, какие они, смотрел на велосипед, и он понимает, что ему очень хочется его. Ну тут выясняется, что нужно еще, блин, сахара купить. Тут, ну вообще, я просто уже сам поплыл, я понимаю, что я уже, наверное, просто отдам велосипед и все этому ребенку. А здесь вот пришел реально тот человечек, которому он, ну вот прям вот очень был необходим. Ну как было не дать такой велосипед? Я не знаю. Невозможно. Нам удалось встретиться и с самим Максимом. Пятилетний мальчик живет в доме по переулку профсоюзов вместе с родителями и братом Владом. Для всей семьи, отмечает Фурмановый, такой жест добра был настоящим шоком. Ты удивлен, что именно с вашей семьей такое случилось? Да, да, так еще и ребенка пять лет, он пришел. Это вообще чудо. Подарок на Новый год. Только вот для самого Максима, наверное, как и для любого ребенка, который верит в чудеса, история вполне правдоподобная. Говорит, и деньги у него с собой были, да и дядя оказался добрым. Тем более на кону стоял спор с папой. Мальчик заявил, что сам купит новенький велосипед. Кстати, его магазинная цена 170 рублей. Я с ним поспорил, он мне не поверил. У меня не было денег, но я хотел купить его. Короче, я взял себе деньги, тетя Наташа, да. Поехал за сахарным измечением. Мне этот велик подарили. Он пришел домой просто, говорит, папа, я велосипед куплю себе. Я говорю, сейчас денег не хватит, какой тебе велосипед? Я говорю, никто его не продаст. Я куплю, и все. Ну, упертым таким, это самое. Все, собирался и пошел. Потом приезжает домой, приходит, мне говорит, папа, иди, посмотрите, какой велосипед купил. Я вышел, я шалил. Похоже, это и есть тот самый случай, когда то, во что ты так сильно веришь, становится реальностью. Мария Пересневич, Андрей Богдан, Бобруск, 360. Сегодня мир празднует День невролога. Приверженцы этой профессии лечат болезни центральной и периферической нервной системы, помогают справиться с бессонницей и даже одолеть Альцгеймер. В Бобрусской центральной больнице вот уже 16 лет. За здоровье пациентов борется заведующая неврологическим отделением Ольга Шлык. С чем каждый день сталкивается врач-невролог и как не попасть к ней на прием, узнавала Анастасия Шевцова. Профессия доктора Ольгу нашла сама. Папа работал врачом, мама – учителем химии. В детстве на стенах комнаты вместо плакатов со звездами у будущего невролога висела таблица Менделеева. А наряду с обычными игрушками был самый настоящий фонендоскоп. После медуниверситета интернатуру Ольга Раальдовна проходила в больнице имени Марзона. Там же начался и полноценный профессиональный путь. 10 лет проработала в инсультном отделении. Теперь же она заведующая неврологическим отделением БЦБ. Здравствуйте. Ну, как ваше самочувствие? Нормально, хорошее. Все нормально, как спали? Хорошо. Решать головоломки, соединять воедино все улики и распутывать клубок тайн – все это слова отнюдь не про частного детектива. Разгадывать сложнейшие ребусы приходится и врачам-неврологам. Единственная разница – врачи не испытывают радость после раскрытия очередного дела. Ведь диагнозы, к которым они приходят, бывают не самые оптимистичные. Вот у нас участились заболевания аутоиммунного характера. Наверное, слышали боковой амиотрофический склероз. Иногда не очень радуемся тому, что все-таки то, что подозревали вначале, то находим. Находим и сожалеем о том, что нашли. Потому что заболевание нехорошее, некурабельное, приводящее к печальному результату. Отделение неврологии рассчитано на 60 мест, которые, к сожалению, почти никогда не бывают пустыми. Возраст пациентов здесь самый разный. Это и люди постарше, и совсем молодые. Чтобы не попасть в неврологическое отделение, Ольга Шилык рекомендует вести здоровый образ жизни. Отказаться от вредных привычек, чаще проводить время на свежем воздухе и хотя бы 15 минут в день уделять небольшим физическим нагрузкам. Анастасия Шевцова, Андрей Богдан. Итоги недели. В мире наблюдается чрезвычайная климатическая ситуация. Ледники тают, уровень углекислого газа растет. А последние четыре года стали самыми жаркими в истории. Большинство специалистов считают, в первую очередь необходимо сдержать рост температуры. Если этого не сделать, то до конца столетия она может подняться на 2 градуса, что приведет к необратимым последствиям. Более того, отказ от борьбы может дорого обойтись человечеству. По расчетам специалистов, только таяние полярных льдов нанесет экономике урон в 70 триллионов долларов. Климатическое чрезвычайное положение объявили депутаты Европейского парламента. 429 человек проголосовали за резолюцию. Они призывают международное сообщество принять меры по защите климата. Многие, например, предлагают отказаться от ежемесячных перемещений Европарламента из Брюсселя в Страсбург и обратно. В результате только одной такой поездки в атмосферу выбрасываются тонны углекислого газа. Также на фоне климатического кризиса по всему миру продолжаются протесты. На Филиппинах сотни человек вышли на улицу, требуя от правительства реальных действий по предотвращению глобального потепления. Власти США лишили Boeing права выдавать сертификаты летной годности на лайнеры серии 737 MAX. Федеральное агентство гражданской авиации решило, что останется единственной уполномоченной на этой структуре. В письме в адрес компании говорится, что это продлится до тех пор, пока ведомство не будет уверено в способности производителя полностью контролировать проверку качества. Все авиакомпании мира перестали эксплуатировать самолеты семейства MAX после двух подряд катастроф с участием этой модели в Эфиопии и Индонезии. «Оскар-2020» названы основные номинанты. Нашумевшая драма «Джокер» не вошла в тройку главных претендентов. Она лишь на девятой строчке рейтинга. Безоговорочно лидирует, по мнению аналитиков, картина Мартина Скорсезе «Ирландец». Второй в списке оказалась также нашумевшая лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». За лучшую женскую роль, по мнению экспертов, поборются Рене Зельвегер, Скарлетт Йоханссон и Шерли Стерон. Официальный же список номинантов премии объявят лишь 13 января, а церемония награждения пройдет в начале февраля следующего года. Необычная школа снова открылась в Лондоне накануне рождественских праздников. За парты сели десятки Санта-Клаусов. В этом году пришлось устроить дополнительный набор, ведь на главного рождественского персонажа большой спрос. Все кандидаты в Санты должны быть очень дрюжелюбными и обязательно носить костюмы бородом. Волшебников научат говорить «Счастливого Рождества» на нескольких языках, разбираться в игрушках и подарках. Также каждый Санта должен выучить имена всех оленей и своей упряжки. Городской этап республиканского конкурса «Сто идей для Беларуси» принял Бабруйский медколледж. Это молодежный проект общественного объединения БРСМ. На выставке презентации итоги своей работы представили ребята из разных учреждений образования города. Экспертный совет оценил 8 инновационных проектов, которые могут найти применение в экологии, промышленности, образовании и экономике. Умные экспонаты оценила Анастасия Шевцова. Сначала район, теперь город, затем область и, если повезет, республика. В стенах Бабруйского медицинского колледжа молодые новаторы презентовали свои инновационные проекты. Здесь все, начиная от перспективных идей на бумаге до вполне реальных прототипов. Ребята подают заявки в районные комитеты, в Ленинский и Первомайский. Они проходят районный этап, потом переходят в городской этап. Лучшие из лучших поедут на область Могилев, защищать наш город. Павел Шевцов на выставке представил тренажер «Юный спасатель» для детей дошкольного возраста, чтобы самые маленькие могли с интересом познавать окружающий мир и в игровой форме изучать основы безопасности. Над проектом 17-летний Паша трудился две недели. А педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи ему с удовольствием в этом помогали. Данный экспонат победил на всех этапах конкурса «МЧС глазами детей», в том числе и на республиканском. Везде занял первые места. А вот мастера производственного обучения строительного колледжа Сергей Семенков и Вячеслав Наумкин представили совсем не детскую конструкцию. Пресс для переработки вторсырья в отопительные брикеты требует некоторых сил и терпения. Отходы производства помещаются в специальные цилиндры, заливаются водой, прессуются и сохнут несколько дней. После готовые брикеты можно использовать для протапливания помещения. Саму конструкцию разработали еще в прошлом году для участия в республиканском конкурсе научно-технического творчества. Идея пришла спонтанно. Устали вывозить опилки. Много пилим древесины, и опилки постоянно у нас скапливаются, скапливаются, девать их некуда. Никто не забирает, приходится куда-то их увозить. Пришла такая вот идея, чтобы это все дело перерабатывать и пускать уже в ход именно топливные брикеты. Именно эти две разработки выбрал экспертный совет для демонстрации на областном этапе конкурса, который пройдет в декабре. Всех участников наградили дипломами и вручили памятные презенты. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Образ ведущей создан благодаря салону красоты Beauty Lab на Советской, 83. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели.